Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Мышика. Сегодня предлагаю вашему вниманию знаменитый хлеб Кубану. Он идеальный для приготовления сэндвичей. Тонкая корочка, нежный воздушный мякиш и хлеб абсолютно не крошится. Мне он очень понравился. Надеюсь, понравится и вам. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за то, что подписываетесь на канал и нажимаете на колокольчик. Приступаем! С вечера приготовим стартер. Для этого чашки соединяю сухие дрожжи, теплую воду и муку. Точное количество ингредиентов обязательно укажу в описании под видео. Все перемешиваю до однородности. Чашку закрою пищевой пленкой и отправлю в холодильник на всю ночь, примерно на 10-12 часов. Ну а тесто для хлеба я буду замешивать рано утром. Доброе утро, друзья! Начинаю готовить тесто для хлеба. В чашки соединяю сахар, сухие дрожжи и теплую воду. Эту смесь перемешаю и оставлю активироваться примерно на 15 минут. Вместо сухих дрожжей вы можете также использовать свежие прессованные. Точное количество укажу под видео. Оставляю на 15 минут. Вот так вот выглядит моя дрожжевая смесь через 15 минут. Обязательно берите большую чашку, иначе будут такие казусы, как сейчас у меня. Выливаю в чашку миксера. И теперь важный ингредиент. Добавляю 3 столовых ложки мягкого свиного смальца. Это очень важный ингредиент. Его можно заменить также и сливочным маслом, но хлеб будет совершенно другой. Поверьте, я пробовала. И добавляю 1 треть от общего количества муки, а также соль. Всю другую муку я добавлю чуть позже. Эту смесь перемешаю с помощью миксера, или можно руками, или с помощью лопатки. До тех пор, чтобы ингредиенты полностью между собой соединились. Перемешиваю миксером с помощью насадки крюк примерно 1,5 минуты на самой маленькой скорости. Вот примерно вот такая вот консистенция у вас должна получиться. Теперь время добавить другие ингредиенты. Вот так выглядит стартер после 12 часов в холодильнике. Он хорошо поднялся шапочкой и видно по стенкам, что немножечко опустился. Также видно, что немного отслоилась вода. Не волнуйтесь, так и должно быть. Добавляю стартер в чашу миксера. А также добавлю оставшуюся муку. Помните о том, что мука у всех разная. Поэтому, возможно, вам понадобится чуть больше или чуть меньше муки. Всегда ориентируйтесь по тесту. Начинаю замес миксером первые 2 минуты на скорости 2, а затем скорость увеличу до скорости 4 и продолжу замес примерно 6-7 минут. Если вы замешиваете тесто руками, то это займет чуть больше времени. Примерно 15-20 минут на замес. У вас должно получиться очень эластичное, мягкое и приятное на ощупь тесто. Посмотрите, друзья, какое тесто у меня получилось. Стенки чаши миксера сухие. И тесто невероятно нежное, эластичное, мягкое. И это тот самый случай, когда ты точно знаешь, что хлеб получится на все 100%. Мне понадобится большая миска. Сбрызгиваю ее маслом-спреем или смажьте растительным маслом с помощью кисточки. Концы теста я подгибаю вниз. Как вы видите, оно совершенно не липнет к моим рукам. Делаю из теста шар. Положу его в миску, накрою пищевой пленкой и оставлю для растойки в теплом месте на 2 часа. Так как сейчас лето, у многих в доме очень жарко, возможно, вам достаточно будет и 1,5 часа. В рецепте, по которому я готовила, было 2 часа. Мне понадобится большой противень. Накрою его пергаментной бумагой. И затем бумагу присыплю кукурузной мукой. Она у меня среднего помола. Но это абсолютно не важно. Вы можете взять и манку, и кукурузную крупу, и кукурузную муку. Что вам хочется. Противень пока отложу в сторону и займусь тестом. Вот так вот выглядит мое тесто через 2 часа. Как вы видите, оно увеличилось в объеме больше, чем в 3 раза. Снимаю пищевую пленку. И теперь ладонью необходимо нажать на тесто, чтобы вышел углекислый газ. Тесто невероятно нежное, просто нежнейшее. И теперь тесто необходимо переложить на рабочую поверхность. Так как в тесте присутствует свиной смалец, я ничем рабочую поверхность не присыпала. Тесто у меня не липнет, так как рабочая поверхность силиконовая. Из теста я сделала прямоугольник. И разрезаю его на 2 части. У меня будет 2 хлеба. Формовать хлеб кубана, ну очень просто. Все, что вам нужно, из каждого кусочка сделать небольшой прямоугольник. Длина прямоугольника должна быть как длина вашей формы. А затем свернуть его в рулет, защипнуть края и положить на противень швом вниз. Как вы видите, все очень просто. Я специально не сильно редактирую эту часть, чтобы начинающие хозяюшки видели весь процесс. Для тех, у кого есть опыт в хлебопечении, для вас покажется это слишком просто и быстро, и легко. Ну а те, кто только учится, каждая деталь важна. Поэтому показываю все целиком. Из этих ингредиентов я готовлю 2 хлеба. Но скажу вам сразу, что вы запросто можете приготовить и 3, и даже 4. Конечно, все зависит от размера вашего противня. Теперь осталось только переложить хлеб кубану на противень. И остался еще один нюанс. Хлебушек необходимо слегка присыпать мукой. Закрыть кухонным полотенцем и оставить для расстойки в рецепте было на 1,5-2 часа. Но я буду расстаивать всего 1 час. Мне кажется, такое время будет оптимальным. Ну а вы уже смотрите и делайте, как считаете вы. Прошел 1 час. Посмотрите, друзья, как выглядит мой хлебушек. Он хорошо увеличился в объеме. И теперь я его сбрызгиваю холодной водой с помощью пульверизатора. И отправлю в нагретую до 200 градусов духовку, 400 градусов по Фаренгейту, примерно на 25 минут до готовности. Прошло 25 минут и мой хлебушек готов. Теперь необходимо переложить его на решетку и дать ему полностью остыть. Сразу после выпечки корочка достаточно твердая. Но как только хлебушек остывает, она становится мягкой. Я его сейчас разрезаю и мы посмотрим, какая структура мякиша. Посмотрите, друзья, получилось замечательно. Красивый, нежный, пористый мякиш. И обратите внимание, какая тонкая корочка. Для сэндвичей это идеально. Очень хороший хлеб. И скажу вам, что по своему вкусу он отличается все-таки от классического хлеба. Я думаю, из-за того, что в нем присутствует смалец. Специально разрезаю пополам, чтобы вы увидели, насколько идеально он подходит для приготовления сэндвичей. Обязательно попробуйте приготовить этот хлебушек. Я думаю, вы будете очень довольны. Посмотрите, насколько он нежный и мягкий. Прелесть! Желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. До новых видео. Всем пока!